Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Татьяна Леонтьева. Смотрите сегодня. Они тоже идут в ногу со временем. Мошенники пользуются последними достижениями науки и техники. Как не попасть на крючок злоумышленникам, советуют правоохранители. Есть погибшие и пострадавшие. Госавтоинспекция проанализировала аварийность на дорогах Альметьевска за первый квартал года. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешеход на дороге на расстоянии 25-50 метров. Теперь он супер! Альметьевский студент прошел в полуфинал популярного проекта на федеральном канале. Очень добрый, очень открытый. Мошенники все изобретательнее, а люди все доверчивее. И жертвами мошенничества теперь становятся не только пенсионеры, но и молодежь. Это связано с тем, что преступники тоже идут в ногу с прогрессом и все чаще проворачивают схемы в интернете. О способах мошенничества и о том, как не пополнить печальную статистику, сегодня говорили на прифинге в отделе МВД по Альметьевскому району. Средства массовой информации и социальные сети зачастую пестрят рассказами об очередном мошенничестве. Но некоторые все равно предпочитают учиться не на чужих, а на своих ошибках. А потому дело мошенников процветает. С начала этого года в Альметьевске было зарегистрировано более 30 случаев мошенничества. Найти преступника и самое главное доказать факт обмана смогли лишь в единичных случаях. А в последнее время от злоумышленников не застрахованы не только пенсионеры, но и молодые люди. Теперь большинство преступных схем проворачивается через интернет или телефонный звонок. Об этом рассказал начальник уголовного розыска Халил Хафизов. Не гнаться за бесплатную работу, за дорогостоящую работу, в которой ты ничего не делаешь, а используя сеть интернет, можно получать выгоду. Тогда бы никто не работал. Просто логически надо понять людям. Никакие ни ставки, ни биржи. Сейчас вот эти пирамиды создаются сплошь и рядом. По большей части на крючок преступников граждане попадают по собственной глупости или в надежде на чудо. Например, когда узнают о неожиданном выигрыше или собираются оформить кредит онлайн у банков-анонимов. А иногда из-за излишней бдительности некто звонит и сообщает, что со счета человека хотят похитить деньги и просит продиктовать свои данные. И гражданин тут же, не задумываясь, выкладывает информацию. Вчера случай был. Мужчине тоже позвонили, как представились работниками банка. У вас мошенники хотят, вроде как, пытаются похитить деньги. Но он все продиктовал, сколько каждого, около 60 тысяч денег, но не похитили с карты. Поэтому в таких случаях главное оружие – это недоверие и телефонный звонок. Позвоните своим родственникам, от имени которых у вас просят деньги, в ту компанию, которая якобы прислала к вам домой своего представителя. Позвоните в полицию, если вам кажутся подозрительными люди, пытающиеся под различными предлогами войти в ваш дом. И никогда никому не называйте реквизиты своей банковской карты. Ангелина Хабибулина, Татьяна Леонтьева, Алия Байрамалова, Альметьевск ТВ. На улице весна. Температура воздуха хоть и ненамного, но все же становится выше с каждым днем. Да и сами дни становятся длиннее. А значит, дети все больше времени проводят на улице. Возрастает и опасность роста дорожно-транспортных происшествий с их участием. Сотрудники ГИБДД предупреждают – с дорогой шутить опасно. Как детям, так и взрослым. По данным отдела ГИБДД, с начала этого года в ДТП пострадал один ребенок. За это же время, в прошлом году, пострадавших детей было трое. Снижение, как говорится, налицо, но успокаивается рано. И напоминать детям, как надо вести себя на проезжей части и на улице вообще, нужно постоянно. ГИБДД обращается к родителям с призывом контролировать поведение детей вне дома. Ежедневно им напоминают о необходимости соблюдения основ безопасности перехода проезжей части. Правил перевозки детей. Сами неукосрительно выполняют все эти требования и быть примером для своих детей. Чтобы требовать детей, взрослым и самим не помешало бы строго соблюдать правила дорожного движения. Так считают сотрудники госавтоинспекции. Статистика аварийности за три первых месяца года весьма нерадостная. Произошло 31 дорожно-транспортное происшествие. Пять человек погибли. 34 получили травмы различной тяжести. В прошлом году за это же время и аварий было меньше 26. И погибших только двое. Из общего количества аварий этого года пять. Наезд на пешеходов. И не всегда виноват водитель. В темное время суток человека на дороге очень трудно разглядеть, если у него нет световозвращающих элементов. При движении с ближним светом фар водитель автомобиля способен увидеть пешеход на дороге на расстоянии 25-50 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличится до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар, дистанция на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателя увеличивается со 100 метров до 350 метров. Это дает водителю 15-25 секунд для принятия решения. Также наиболее травматичным видом дорожно-транспортных происшествий автоинспекторы называют столкновения. Их с начала года произошло 25. В этих авариях как раз и погибли 5 человек, еще 13 пострадали. Основными же причинами ДТП по-прежнему остаются нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, малый стаж вождения и выезд на полосу встречного движения. Елена Морданшина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Пользователи раздела «Народный контроль портала госуслуг» всегда на страже порядка в городе. За март от горожан поступило около 300 обращений. Рейтинг самых популярных тем в следующем сюжете. Самая популярная тема во все времена года – дороги. Снег сошел, а вместе с ним и асфальт. Водители жалуются на состояние дорожного полотна на кольце «Бегаш строителей». Эту заявку поддержали 40 человек. А на Галиево тоже жалуются на дороги, но уже на то, что они грязные. Виной тому грузовые машины, которые растаскивают грязь со стройплощадки, считают жители. Производится перевозка грунта со стройплощадки с загрязнением дороги общего пользования. Отсутствует обязательная мойка колес для грузового транспорта. Тен для исключения вываливания грунта на дорогу. Грунт можно возить напрямую через стройплощадку без выезда на дорогу. Эту заявку поддержали 63 человека. Ее решение запланировано, сообщает исполком района на портале. «Прошу по проспекту строителей в районе дома 78 установить пешеходный переход, который позволит добираться жителям от микрорайона Алсу до остановок АЗС и до улицы Шевченко. Пешеходный тротуар вдоль строителей на стороне микрорайона заканчивается на уровне 68 дома. На коляске не пройти». Это обращение жителей в марте поддержало наибольшее количество пользователей – 77 человек. Вопрос о том, быть пешеходному переходу или нет, пока решается. Запланирован анализ дорожной обстановки. А на перекрестке Шевченко-Галеева просит установить светофор. Он, по мнению жителей, сможет решить проблему движения к домам в час пик. На просьбу ответило Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики. «Не выявлено условия для введения светофорного регулирования на этом участке дороги. Согласно плану дорожных работ на 2019 год на перекрестке улиц Шевченко-Балакины, запланировано строительство светофорного объекта. После строительства проблема выезда с улицы Галеева будет исчерпана». Всего за март 2019 года в раздел «Народный контроль» было подано около 300 заявок. 139 из них уже решены. Развитие в Альметьевске современных практик дошкольного образования обсудили сегодня специалисты по дошкольному образованию. На базе оздоровительного лагеря «Юность» прошла практическая конференция «Высокий уровень образовательной среды детских садов». Участниками конференции стали специалистов дошкольного образования республики, а также родители. Были организованы творческие мастерские, которые подготовили воспитатели детских садов из Альметьевска и Москвы. Каждый гость мог посетить наиболее интересный для него мастер-класс, получить новую информацию о том, как правильно вести работу с детьми. После мастер-классов участники в формате круглых столов и дискуссий обсудили насущные темы развития образовательной среды. На пленарной части конференции педагоги подвели промежуточные итоги реализации проекта «Детские сады Альметьевска. Высокое качество образовательной среды» и выступили с творческими докладами. Есть интересные наработки по развитию речи, по математическим представлениям, по взаимодействию детей с сотрудниками, с родителями, со всеми взрослыми и друг с другом. И другие интересные направления, которые сегодня на мастерских раскроют опыт работы наши детские сады. Именно вот на таких мастерских, на круглых столах можно обсудить все вопросы, все проблемы и осветить самые интересные свои наработки, которыми могут поделиться наши педагоги сегодня. Более подробно о практической конференции расскажем в следующем выпуске. Это еще не все новости. Смотрите далее в эфире. Настроение хорошее, сил достаточно. В Альметьевске прошли игры открытой студенческой лиги КВН. Теперь он супер. Альметьевский студент прошел в полуфинал популярного проекта на НТВ. Игры студенческой лиги КВН прошли в молодежном центре. Студенты нефтяной столицы организовали для зрителей настоящий праздник. За выход в финал бороли семь команд участников. За выступлениями веселых и находчивых наблюдала наша съемочная группа. Какое колечко? Убей мне его, пожалуйста. Ладно, ладно. Девушка, можно, пожалуйста, луковые кольца? Ну и плоски делать все. Игра состояла из двух этапов – приветствия и биатлон. Во время приветствия команды должны были не только познакомиться с публикой, но и представить себя смешно, задорно и необычно. Пока все просятся финал, мы просто шутим. Под таким девизом представили свои выступления ребята из команды «Местами весело» к Нитукаи. Их коллектив еще достаточно молодой. Это и его первый сезон в студенческой лиге. Мы собираемся, сидим, штурумоем шутки, пишем материал. Кто нас вдохновляет, мы просто смотрим КВН. Что-то пытаемся просто, можно сказать, поменять, что-то сделать лучше. Хочется просто большего, именно идти вперед, побеждать, подниматься с колен, поднимать КАИ. Яркими шутками, азорным настроем порадовали и ребята из сборной «Огни». В отличие от предыдущей команды, это опытный коллектив и к тому же любимцы публики. Вот, 156 рублей. О, портантонс. Ой, я такого еще не был. Ну, надеемся, что мы пройдем финал, на самом деле, так как мы долго уже играем, нас тут знает, зритель знает, жюри тоже понимают, какая мы команда. Ну, надеемся, что пройдем финал. Не отстает от фаворитов и Альметьевский профессиональный колледж. Долгат, ну не мешай, а! Да, долгат! Блин, ребят, у нас просто весь сценарий под одного человека написан. Ну, а что ты хотел? Мы в России живем, здесь каждый так делает. Настроение хорошее, но слива своя с вами сегодня достаточно на уровне остальных команд. По итогам выступления определились пять финалистов. Первыми стала команда «Понабрали» из Сармановского аграрного колледжа. А вторыми – ребята из команды «Сборная огни». На третьем месте местами «Весело» из Кнету Каи. За ними идет Альметьевский профессиональный колледж и замыкает пятерку. Команда «Границы» из Ютазинского района. Финал КВН состоится в мае. Елена Морданшина, Ангелина Хабибуллина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Со сцены родного колледжа прямиком в эфир федерального канала. Студент второго курса отделения эстрадного пения Альметьевского музыкального колледжа Владимир Скрипаль стал участником конкурса «Ты супер». На телеканале НТВ. И более того, вышел в полуфинал проекта. О том, каково находиться на большой сцене и как выглядит закулисье вокального конкурса, Владимир рассказал нашему корреспонденту. Идея принять участие в конкурсе «Ты супер» у Володи Скрипаля появилась внезапно. Просто сидел дома, смотрел телевизор с семьей и увидел объявление. А поскольку Володя тоже любит петь, решил подать заявку на участие. Спустя некоторое время раздался долгожданный звонок. На другом конце провода оказались представители проекта «Ты супер» на НТВ. Мы назначили дату, позвонили по скайпу уже и мне прослушали и сказали, что «Ты очень понравился» и мы очень хотим, чтобы ты был к нам проект. И учитель мне так взял намек, что я думаю, скоро увидимся. И я уже сразу смотрел, что меня берут туда. Подготовка конкурса длилась около двух месяцев, но для любого артиста, даже самого подготовленного, каждый выход на сцену – волнующие события. Несмотря на волнение, Володе удалось выйти в полуфинал суперсезона. Бывало такое, что когда я выступаю, у меня голос из-за волнения может сесть, могу мимо нот сам спеть из-за волнения. Сам не подозревает, я слышу, что вроде бы нормально, но просто не получается. Это волнение все. На проекте Володя уже второй раз. В прошлом году он занял пятое место, исполнил в финале песню дуэтом с Сергеем Лазаревым. Тогда он еще учился в Лениногорске на педагога, но поняв, что его сердце принадлежит музыке, решил перейти в профильный музыкальный колледж. Так Володя оказался в Альметьевске и пришелся по душе местным педагогам, а они ему. Очень добрый, очень открытый, очень старательный. Конечно, что-то еще не получается, потому что там в Лениногорске у него было все-таки больше педагогический уклон, а здесь у нас идет на... больше мы развиваем вокал, вокальные данные, мы воспитываем вокалиста. И немножечко он потерян, конечно, ему сложно это дается, потому что он никогда этого не делал, но пел. А пел он так, как поет у него душа, так, как поет нутро. Владимир занимается вокалом еще не так долго, а потому проект пошел на пользу и позволил вырасти профессионально. А кроме того, познакомится со множеством интересных людей. В том числе и с известными артистами. В этом году я познакомился с Ёлкой. Самый, наверное, такой душевный, радственный человек, с которым все легко общаться. Она видит в каждом человеке потенциал. Диана Арбенина то же самое. Воробьев, Алексей вообще. Все, кто любит финансы, три шрифта. Воробьев, Арбенина и Ёлка. Крутого я уже давно просто знаю. И он прям очень строго оценивает. Он именно смотрит на вокал. Несмотря на присущую Володе скромность, планы у него грандиозные. Собирается заявиться на украинском голосе и мечтает выступить на Евровидении. А теперь узнаем, какой будет погода в четверг. 4 апреля в Альметьевске облачная погода. Осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью минус 1 градус, днем плюс 6. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Делитесь новостями, рассказывайте о проблемах, задавайте вопросы. Пишите нам на сайте и в соцсетях. Будем общаться, искать ответы и рассказывать о важном. На сегодня это все новости. Далее смотрите программу «Городская среда». Елена Марданшина и ее собеседница Фаридай Смогилова обсудили особенности этого театрального сезона. Смотрите новый выпуск и узнаете, чем еще удивят зрителей актеры Альметьевского драматического театра. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.